оба это опять таки 3 км 3 если вы помните если вы опять таки помните мы остановились в лесу итак продолжим почетульки наши дамы ну что ж я проснулся полностью сбитый с толку не знаю сколько времени прошло моя голова адски болит но я не могу прикать ее за это к счастью боль уходит быстро как и мое смятение скоро я вновь обрел свои ощущения мой фонарик лежал на земле светя прямо в пустоту я немедленно подобрал его это была моя единственная защита темноты окружающие меня потом не вспоминаю что стивен и альфред были со мной стивен альфред вы слышите меня без раздумий я выкрикивал их имена в темноте пытаясь найти их свет их своим фонариком но нет и следы от них они исчезли где они черт возьми и что за невезение только что случилось я действительно не понимаю ничего идиоты нам нужно было оставаться дома это не доказательство храбрости мы можем быть в опасности я должен найти их в том же лесу прошло немного времени с тех пор как я начал искать друзей а я уже не могу оставаться здесь я схожу с ума в этом лесу темнота которая накрывает его не естественно это темнота которая забирает твою вменяемость заменяю ее тревогой чтобы было еще хуже воздух промозлый холодный как зимой и отдаст и дает сильным гнилым запахом как будто если бы трупы животных были спрятаны в лесу атмосфера здесь гнетучая и с каждым вашим шагом делать вас все более беспокойным с тех пор как я начал искать своих друзей я чувствую как что-то наблюдает за мной но нет ничего я вздыхаю и мой голос полон разочарования я просто хочу выбраться отсюда я продолжаю идти лишенный всякой надежды не важно куда я смотрю ли сколько я иду я ничего не нахожу я даже не слышу звуков животных скорее всего что они уже умерли и гниют нет я должен успокоиться сказал я себе я остановился ненадолго чтобы передохнуть я дышу глубоко но гнилостный запах этого места не приносит мне ничего хорошего я немедленно начинаю кашлять как будто что-то застрял у меня в горле черт 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 что я собирался день чего блин что я собираюсь сделать а чё ты собрался сделать этот проклятый лес кажется бесконечным и даже если чудом я смогу выбраться я не могу бросить вина и альфреда и я действительно взвинчен я снова вдохнул чувствуя что почти плачу мы разру чего разочарование возрастает но я должен стараться за всех сил чтобы сохранить спокойствие если я впаду разочарование то несомненно присоединюсь к списку пропавших людей в итоге я решил продолжать идти шаг за шагом я должен добраться куда-нибудь по крайней мере был убежден что оставаться в одном и том же месте не принесет ничего хорошего даже если это было только для того чтобы вести себя в заблуждение ощущая что делаю что-то я хотел продолжать идти время проходит без каких-либо изменений только звук моих шагов слышится знать что как только ты остановишься ты будешь окружен мертвой тишиной хороший стимул продолжать идти но мои ноги уже болят внезапно я услышал хруст под ногами я моментально ступил назад и посмотрел вниз чтобы увидеть что издает этот звук даю бакс на то что это были чьи это кости что это прошептала себе удивленно выясняя что я нас но пил на козе а выясняя что он спил на козже вот на ноге мой доллар я думаю что животного хотя не исключено возможность что она принадлежит и человеку но для моего же блага я предпочитаю не думать об этом мученическое выражение написано у меня на лице лучше всего игнорировать это мне нужно продолжать идти внезапно мой фонарик выхватывает что-то без сомнения указать туда снова кота только чтобы выяснить с удивлением что это было кошка что не понял этого предложения та самая недавняя кошка которая испускала то ужасное мяуканье но на этот раз я нашел ее лежащие на земле она выглядит лишившиеся чувств и изранена где она изранена и так что мне следует сделать о нам дают право выбора оставить кошечку липу конечно помочь кошечке лучше всего продолжить не будя и что эта кошка опасно появление оказался в этом месте а мои друзья пропали но даже зная это по какой-то непонятной причине я не мог ничего поделать и чувствуешь сожаление к ней даже если и неестественное это все же животное затем я нагнулся чтобы увидеть ее ближе она без сознания и тонкая струйка крови выходит из ее рта я действительно идет сказала себе в то же самое время я вытирал кровь с ее рта платком который у меня был с собой к счастью она не просыпается очень к счастью да что боишься кошки я не могу понять что за детский сад далее я закрываю ей рот вообще то у животных пасть чтобы она выглядела немного лучше теперь она кажется мирно спящей но это только кажется после глубокого вздоха я решил приподнять ее бережно не знаю что за силу этой кошки но если она привела меня сюда может быть она может вернуть меня в мой мир с ней на руках я решил что самое лучшее что я могу сделать это продолжать идти два часа 31 минута ночи опять я нахожусь в темном лесу блуждая бесцельно двигаясь только вперед но что-то не похоже чтобы я до куда-то добрался в руках я несу кошку которая спит посапываю подойди сюда здесь ты будешь в безопасности я резко останавливаюсь наверное легко было увидеть не найду вере на моем лице в эту секунду этот голос опять прошептала себе неким никем не услышанный почти сразу после того как я нашел кошку загадочный голос появился в моем сознании это женский голос мягкий и нежный словно принадлежащий принцессе и сказке но я не могу доверять ему я действительно схожу с ума или это все лес в чем нет никакого смысла не знаю но мне не нравится ни один из вариантов затем и чувство что кошка шевелится у меня на руках я опускаю взгляд на нее растерянно затем чтобы видеть как она внезапно открывает свои красные глаза кошак альбино звен и затих мгновенно на секунду мы оба становились бездвижными уставившись в глаза друг другу красные глаза кошки беспокоят меня но также есть что-то очаровательное в них нечто что влечет меня и я потерялся в ее глазах как загипнотизированный пока внезапно она не прыгнула с намерением рассоработать лицо я рефлекторно толкнул ее в то же время отпрыгивая наклоняя голову чтобы увернуться от ее когтей мне удалось вернуться от ее атаки но в процессе я уронил фонарик я паниковал и действовал неуклюже фонарик упал около меня освещая деревья в окрестности как только он выпал из рук я вспомнил насколько непроглядно это неестественная тьма я быстро подобрал его даже не думая перед тем как делать чего только чтобы обнаружить что она выгнула свое тело сердито как если бы она боялась моей атаки эти красные глаза уставились на меня блестя в свете фонарика как будто драгоценные камни отражая страшную ненависть и неприятие те камни мое тело застыло после того как я увидел их и я не мог даже думать потом кошка издала громогласная мяуканя похоже на предыдущие только слабее хотя ничуть не менее пугающие несомненно что то не так с этим животным оно должно быть проклято т.к. откуда такие вот умозаключения не могу понять проклятая кошка почему прошу про что несет все по ее вине она должна быть какая то разновидности злого духа домашнее животное видим ее оперный потерянный я чувствую как паника охватывает меня моё сердце бьется быстро заклинаю меня сделать что нибудь во рту пересохло и моло покрылся холодным потом что мне следует сделать убежать противостоять дружище пора знаешь вылезать из пеленок из детского садика убегать уже нету куда ты побежишь куда ты собрался убегать кошки противостоять кошки что ты несешь противостой нет мне не следует отчаиваться мне нужно успокоиться и подумать тщательно о том что не следует делать с такими мыслями я делаю глубокий вдох и смотрю опять на нее вскоре выражение в глазах меняется со страха на кураж чего блин я понимаю что это всего лишь кошка без сомнений страны но моя жизнь на самом деле вне опасности это не тигр уставился на меня всего лишь кошка но наконец-то что тут бошку прокралась к этой здравая мысль возможно единственная сила это те странные мяуканье если бы она могла убить меня она боже это сделала так что я исключаю эту возможность ее работа должно быть доставить следующую жертву в эту чащу леса такую неестественную и затененную наполнив легким воздухом я медленно шагая кошки и перешел увеличился еще и руки не становится громче с каждым шагом но я не позволяю ему испугать меня ха ха блин такой взгляд видя что я не отступаю она робко сделала шаг назад вот так вот вот так вот морда ты кошачья не умея смеялся над этой картиной добыча стала охотником я смотрю на нее прямо наступая понемногу ее мюканье становится слабее как будто она потеряла силы потом я резко прыгнул и схватил ее на руки она совсем слабо сопротивлялась не так страшно теперь да так ты выглядишь лучше она дрожит в моих руках она выглядит так беспомощно что я почти чувствую себя злодеем но я не должен забывать что все что она сделала до сих пор это появление в этом месте отчеты перзанет и мне дай понять дурак что она привела меня сюда поэтому если я убью ее будет ли возможно ты решил убить кошку свернуть ей бошку уважаемые немножко как то ты гонишь на мгновение это зловещий день возникло в моей голове я никогда не убивал животное но по правде говоря я не могу гордиться собой дело подобные вещи но зато ты жрешь трупы животных те нормально за это да но если я не сделаю это возможно это пред чего блин предание может закончиться здесь и сейчас и так что не следует сделать убить дебил оставить с ее захвачены это совершенно логично колдовство должно умереть вместе с кошкой это должно быть моим билетом назад если я убью ее все будет кончено сегодня ночью и предание придут конец уверен что это было самым лучшим чего бы я пытаюсь представить это мысль но неважно сколько сильно заставляю себя увидеть это в конечном итоге я не в состоянии забрать жизнь другого живого существа а комара ты нормально забираешь и ничего не думаешь об этом даже если это проклятая кошка служащая ведьме я не чувствую что это хорошо убивать таркана влупишь мышат блин у себя рядом с мусоркой думаю что я слишком хорош на свое же благо и так единственное что остается держать ее при себе надеюсь что рано или поздно она позволит мне выбраться ни о чем больше не не раздумывая я решил что самое лучшее это продолжать свой путь 2 41 ночи бухой уже короче прошло несколько минут с тех пор как я подобрал кошку снова я нахожу себя идущим с ней на руках ведомый странным голосом сколько я хожу по этому лесу видимо недостаточно чтобы заставить меня сойти с ума но должна быть близко не пугайся пойдем со мной я помогу тебе голос звучит ближе в этот раз кажется я иду в правильном направлении я не полностью доверяем у но это лучше из того что есть по крайней мере на первый взгляд она кажется дружелюбным голосом я полностью сосредоточен на дороге когда я внезапно чувствую как что-то кусает меня были черт что за хрен блин я кричу от боли понимать что кошка укусила меня за руку к счастью это не было опасно косы но он точно был болезненный все 40 уколов пупок в моем рассеянность с моей рассеянностью она пользуется шансом выпрыгнуть из моих рук приземляясь в нескольких шагах вдали от меня я быстро направляя свой взгляд на нее в бешенстве но вскоре что-то происходит что заставляет меня забыть о гневе неожиданно так сучит так ярко блин кошка окутывается ярким светом так сильно что отталкивает неестественную темноту окружающий лес отнимая у меня дыхание под светом ее фигура постепенно меняется пока не предстает быть кошкой остаться человеческой фигурой я так понимаю без одежды держи карман шире нет больше кошки передо мной а есть прекрасная девушка невероятной красоты о да просто невероятно я должен быть действительно схожу сама у нее белые волосы и красные глаза а линза есть такие чувак она кажется примерно моего возраста других обстоятельств я бы спросил у нее без колебаний сама мысль об этом заставляет меня смеяться про себя в мыслях даже на грани безумия кажется некоторые вещи во мне никогда не изменится она медленно подходит ко мне по одному шагу за раз без страха девушка затем пристально смотрят мне в глаза со слегка раздраженным лицом ее губы движутся она кажется говорит что-то но я не слышу звука ты пытаешься сказать мне что-то вы не блин их затычку изо рта и говорит внятно что с тобой пробормотал я по-прежнему растерянность недоверчивым лицом из-за чего я несомненно выглядел глупо чего аю тают 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 на губах сказала девушка очень низким голосом и я не понимаю что она говорит чего я не слышу тебя по-нормальному спросил я по-прежнему растерянный вдруг девушка состроила недовольное лицо что не так с тобой ты глухой наконец-то я слышу ее ясно и как раз вовремя потому что кажется терпение подходил к концу ладно ладно теперь я тебя слышу сказал я раздраженно в мое изумление нескольких все все мы изумление нескольких предыдущих секунд исчезла когда видел заносчивое поведение девушки по крайней мере сейчас я не думаю что она укусит меня я надеюсь девушка фыркнул с раздражением что за нудный парень не достался сказала она и в то же время положила руку себе на губы делая задумчивое лицо вижу куда она у него где у него губы находится подожди ты не должна говорить плохо ком-то кто прямо перед тобой я быстро откликнулся на мгновение почувствовал себя раздраженным а то мысли что мне приходится преподать манеры этому духу или кто она там жалко что такая красота растрачена какого-то на кого-то настолько заносчиво девушка издает раздраженное фырканье услышав меня я прошу прощения это плохая привычка от которой я не могу избавиться она ответила не выглядел чего блин ответил не выглядел очень раскаивающийся очевидно не искренне извиняясь сказав это она провела свой взгляд на окрестности как если бы она заскучала я вижу ответил я раздраженно я только что встретил ее и уже чувствую что мне она не нравится но в любом случае это неважно я не должен забывать кто эта девушка она была кошкой которая начала это все в любом случае хотя бы может ты скажешь мне почему ты напала на меня и моих друзей сказал я вскоре введя себя более серьезно приветствие были окончены время переходить к важным вещам и почему ты укусила меня если я не сделал ничего без моего ведома мои губы движутся задавая другой вопрос не буду врать и я был рассержен девушка пристально смотрит мне в лицо она мигает с любопытством перед тем как иск сказать болит рано спросил она невинно я быстро ответил с раздражением что тут еще скажешь конечно болит глупая кошка она смотрит на меня в тишине несколько секунд пока внезапно не подходит ко мне без какого-либо смущения или страха если немного подумать как может быть обычный человек как я испугаться кошки которая может превращаться в человека покажи мне свою рану сказала девушка уже стоя прямо возле меня ее присутствие меня волнует эта девушка казалось мне знаешь что такое личное пространство насколько же смущаясь настолько это прозвучит и я никогда не был так близок девушки только в этом лесу не знаю почему я не должен доверять и но странно что-то говорит мне что у нее нет плохих намерений девушка окружена спокойной аурой это еще и аурой чувствуешь дружище чем-то чистым в отличие от всего остального в этом лесу наконец сдаваясь со вздохом я показал ей свою руку с ее укусом немедленно девушка перевозглядному рану это замет всего минута говорит она с полной уверенностью затем рассмотрение в глаза можешь закрыть глаза чего вы там покраснели слишком много красного на лице порция слегка краснее мне удивительно видеть это смущенное лицо у нее даже если и совсем немного потом я вздыхаю чувство что что-то не так но я больше ничего не могу сделать хорошо сказал я делаю как она просила я не знал чего ожидать на секунду я подумал что она разденется или что-то вроде этого не дружище на час достанет ножи которые у нее находятся в чулочке и прорежет дырку в грудях но что за разновидность колдовства может работать только когда ты без одежды не знаю но мой разум совершенно точно хотел представить это извращение с маленькой даваясь аксель сохраняет самообладание внезапно я почувствовал как что-то теплое и влажное трогает мою рану я бы сказал что это но я промолчу незамедлительно я содрогнулся подожди что ты делаешь это был вопрос потому что я прекрасно знаю что она делала она лизала мне рану ты идиот кто сказал что тебе можно смотреть быстро откликнулась кошка со щеками красными смущения и губами до сих пор возле моей раны она выглядела восхитительно встревоженной ты что не видишь ты я всего лишь пытаюсь лечить тебя она добавила расстроенным тоном я извини блин сказал я краснее я подумал что ты можешь делать что-то более экстра ординарное теперь я не уверен она девушка которая может оборачиваться кошкой или кошка которая может становиться девушкой сожалею что разочаровала тебя не являясь экстраординарный в достаточной мере проворщала девушка одновременно отирая меня раздраженным одаривая меня раздраженным взглядом красные глаза и сияются отвращением после этого я понял что боль исчезла с удивлением я смотрю туда где было рано лишь затем чтобы обнаружить что теперь нет и следа от нее на пару секунд я замыкаю недоверчивым похоже что твое лечение сработало наконец-то я благодарна по-прежнему глядя на то место еще бы у меня есть опыт исцеления самой себя ответила девушка закрывая глаза и выпячивая грудь чтобы показать свою гордость и на самом деле признаться за то что она делает но по-прежнему но мне по-прежнему интересно неужели действительно пришлось лизать рано чтобы вылечить меня я понял но кто ты девушка за это короткая фырка не с любопытством услышав мой вопрос потом она наклоняет голову и закрывает глаза делаю глубокомысленное лицо похоже я не представилась она открывает глаза и смотрит на меня меня зовут айшли так это ее имя я жду на счету я ждал чего то более экстраваганта что то есть экстравагантный меня зовут аксель кстати тебя когда-нибудь обвиняли в колдовстве не подумав задал ей вопрос полагаю это было очень грубо с моей стороны полная отсутствия манер но я не должен забывать ни на секунду что в этом проклятом лесу я нахожусь эшли резко становится тихо и с первого взгляда было очевидно что она не восприняла это нормально мне понадобилось время перед тем как ответить да но это было много лет назад потом он закрывает глаза и вздыхает опустошенные легкие она казалось вызывает в памяти что-то болезненное даже смотреть на него заставляет меня испытывать жалость прошу прощения у меня не было намеря заставлять тебя вспоминать это сказала немного раскаиваясь нет сомнений что быть обвиненным в колодстве должно быть ужасным опытом если закрывать глаза и кивая пару раз все в порядке я не могу винить тебя за любопытство видя где мы потом он смотрит на меня пристально любопытными глазами кстати как-то узнал обо мне может быть и колдун который жил все эти прошлые века спросил она сужая глаза как будто пытаясь заглянуть внутри моего разума что это еще за вопрос нет ничего такого ответил я в тот же момент я просто обычный человек и я пропустил скучный но и чего блин понял я попросил скучный но ей незачем это знать это просто потому что есть истории про ведьм в этом лесу но как ты можешь видеть эти истории не очень убедительная или иначе я бы не был здесь объяснил я пытаюсь устранить любое сомнение которого что могли быть снова она закроет глаза и кивает понятно она делает паузу и смотрит мне в глаза это из-за этих глупых мифов эти глупые люди приходят для совсем как ты говорит потом она глядя на меня с презрением чего блин подожди что ты пытаешься сказать мы виноваты ответила чувство себя задетым эшли резко смотрит на меня с чувством отвращения сколько можно одно и то же идиот да если бы вы не приходили мое существование было бы приятным и мирным вместо этого беспорядка который приходит каждый год сказал она заканчивается вздохом разочарованная но ты ведь та самая кто является причиной всего этого быстро ответил я и даже не побеспокоился скрыть свой гнев я не могу поверить в то что она говорит насколько же заносчивой может быть она эшли широко открывать глаза удивленная потом она смотрит на меня с досадой своих красных глазах ты не понимаешь глупый человек определенно мне не нравится эта девушка я всего лишь пытаюсь защитить тебя и слова заставил застают меня врасплох эмлин с восклицая недоверчиво ты напала на меня и на моих друзей только чтобы защитить нас да просто отвечает она в то же время делая кивок исполнен достоинства и уверенностью ладно вот что я выбираюсь от седова я не могу поверить насколько заносчиво и эгостично экзентрично даже блин была эта девушка после всего что она сделала мне и моим друзьям я не могу выносить ее дольше подожди я успел сделать всего лишь несколько шагов когда услышал что она зовет меня она звучит действительно взволнованной ты не понимаешь настоящей опасности в которой ты здесь я прервал свой маршрут как только услышал ее настоящей опасности прошептал я чувствуя некоторые сомнения вдруг я задрожал не похоже что навряд да я пытаюсь прогнать всех прочь пользуясь наваждениями и но раз я бью их своими силами и как после и как последнее средство я пугаю их напрямую как это было в твоем случае призналась и шли краснее немного как если бы она почувствовала себя смущенной от воспоминания и почему ты делаешь это спорция сбитый с толку что-то здесь не так если остановилась уставилась на меня своими красными глазами куда ты смотришь карлик какой-то сбоку стоит если она продолжит любопытничать то повстречает если они продолжат любопытничать то повстречает злую сущность которая отнимает их жизни то что ты говоришь звучит не очень убедительно немедленно перебил я единственная злая сущность здесь это ты мадам если покачал головой отрицательно ты ошибаешься я добрая сказала она после глядя мне в глаза чистой невинностью в своих ха 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 поугарали короче мы я мог только посмеяться над этим комментарием это должно быть шутка сделай все это ты говоришь ты добрая не смейся я всего лишь пытаюсь защитить тебя ответила эшли яростно размахивая руками она затем скрестила свои руки и одарила мне недовольным взглядом ты ожидаешь от меня что я поверю в это ответил я не смешливо то что она сказала не имело смысла но почему-то она оказалась на удивление убежденной что это было правдой у нее точно что-то не так с головой да походу чувак у тебя неси дома ну это правда ты должен верить мне в этот раз она звучит действительно беспокойно обо мне мне на самом деле немного жалей эшли умолкает глядя на меня щенячими глазами однако она вскоре вновь обретает свою горделивую осанку если ты хочешь возьми мою руку я не наврежу тебя неожиданно говорит она я смотрю внимательно на нее у нее очень высокомерное лицо как будто это великая честь иметь возможность прикоснуться к ней ты не сделаешь ничего необычного спрашивая недоверчиво но посмотрев на нее снова я не думаю что она солгала эшли кивает преисполняя преисполненная уверенности я обещаю тебе я смотрю на нее несколько секунд убеждаясь что нет подвоха ладно но почему ты хочешь чтобы я взял твою руку я спрашиваю в то же время протягивая руку эшли открывать глаза удивленно услышав мой вопрос затем она смотрит на меня с раздражением ты глупый конечно же чтобы вывести тебя из леса говорит она схватив мою руку одним быстрым движением потом я осознаю что меня тащит эта странная девушка но это же противоположный путь от того откуда идет мелодичный голос сказал я оборачиваюсь на мгновение мне действительно было любопытно кто она игнорируя этот голос она чаровывает мужчин чтобы сделать их ее жертвами думаю о нем как о сирене эшли объясняла недовольным тоном глаза постоянно смотря вперед казалось она не в ладах с той кем бы та личность или сущность не была почему бы тебе не быть той кто собирая души глупцов спрашивая не думаю мне серьезно нужно больше опыта в общении с девушками если бы только я был более общительным эшли останавливается резко затем она поворачивается ко мне показывая яростное лицо ты идиот я же сказала что я хорошая на мгновение я подумал что она собирается ударить меня по голове но к счастью он остановился перед тем как сделать это или укусить меня снова хорошо хорошо я смиренно ответил словно а троганный ребенок но если ты съешь меня я обязательно причиню тебе худшее отравление в твоей жизни ты идиот я не ем людей ответила эшли закончив надменным фырканем что ж ты жрешь то 3-11 ночи что ты же должна жрать несколько минут прошло с тех пор как я начал идти рука об руку с эшли вначале я не доверял ей совсем но чем больше проходило времени тем легче было поверить ей я не замечал до этого какая удобно у нее рука мягкая и приятная на ощупь я вспыхиваю просто думая об этом даже если она ведьма она ведь и девушка тоже правильно потом я вздыхаю давай аксель соберись соберись ведьма из изолита братан с каждым шагом проклятие леса кажется ослабевает атмосфера становится менее гнетущей с каждой минуты до тех пор пока наконец то я могу забыть об этой неприятном ощущении не успели заметить как темнота снова стала нормальной чувствуется только пустота гнилый запах тоже исчез без следа сейчас я мог бы действительно сказать что я был бы обычным заурядом в лесу даже скучным но я более чем благодарен за это осталось совсем немного чтобы выбраться так что давай продолжать двигаться потом я перевел взгляд на спину эшли смотря как она идет в тишине она была полностью сосредоточена на этой простой вещи если ты ведьма из предания почему ты помогаешь мне неожиданно спрашиваю я не подумав дважды перед этим я был действительно заинтригован этим эшли остановилась и поворачивается глядя на меня со злым лицом идиот ты действительно думаешь что все ведьмы злые она была права в основном имидж ведьм не очень хороший но это если стереотипы были бы правдивыми затем она закрывает глаза делая раздраженное лицо это правда что у меня есть сверхъестественные силы но я никогда не использовал их чтобы причинять вред эшли опускает взгляд и приостанавливается неожиданно она выглядит грустной моим единственным грехом было родиться во время охоты на ведьм вот почему я была приговорена это хорошо все объясняет я чувствую что я могу доверять что она добрая но по прежнему есть еще один вопрос как так получилось что ты стала кошкой эшли немедленно вспыхнула она была так смущена что это было почти восхитительно почти хорошо перед моей казнью там была кошка наблюдающая издали и вот я решила передать свою душу ей она объясняла избегая смотреть мне в глаза почему конечно мы сейчас делим тела у нас что-то вроде сделки кошка будет счастлива до тех пор пока у нее есть что-нибудь съедобное место для сна я пытаюсь обеспечить ее всем необходимым и в ответ она позволяет мне оставаться в ее теле говорят она смущена краснеет понятно думаю это честная сделка ответил я искренне ука чего если ты залезешь к ней труселя то это правда сильно зафилии на секундочку так тебе так чтоб ты не расслаблялся по правде говоря я нахожу это слегка забавным так обернула что она и девушка и кошка это отвечает на некоторые вопросы если закрывать глаза и кивает пару раз когда она хочет она может быть очень милой очень плохо что это случается так редко не говоря больше больше эшли продолжает идти к выходу на этот раз я умолкаю все что мне остается это выбраться из этого места 3 15 ночи ты не устал короче оба ну что ж на каком то не там месте возможно у выхода но я так уверен что здесь просто будет какой то неожиданный поворот но на этом дамы и господа мы сохранимся мы сохранимся чтобы продолжить в следующий раз в игре кстати так почитал есть несколько концовок но у нас будет только одна вот собственно и все до новых встреч подписывайтесь пишите в комедии не знаю например чуть не кушали чем завтракали у меня были с котлетками ну до новых встреч друзья до новых встреч потрясающий рабочий стол блин до новых встреч до новых встреч